все таки все таки хорошо делать прогулочки такие я так поздно спохватилась надо бы их раньше делать ежедневно в качестве зарядки тоже засиделась с интернетом полностью как-то чувствую что уже все органы начинают атрофироваться австралийские домики все район очень хороший мне все говорят тут знакомые все район очень хороший спокойные красивые ухоженные ну конечно люди сейчас население района меняется так вот уже соседи несколько уехала наших вновь прибывшие это люди из китая из индии из африки то есть немножко население района меняется сторону африканско-азиатского населения тоже сосед наш дон живет здесь такой веселый мужчина хохочет все время жена его как-то припарковалась как-то странненько непонятно что то ничего не врезалась она не нормально все вот здесь вот это дерево это дерево райские яблочки сейчас посмотрим да 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 по моему да смотрите какие маленькие яблочки райские сейчас попробуем даже смотрите это не хорошо конечно что я сорвала они уже прям спелые смотрите мелкие 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 для сравнения что напоминает как шиповник ну-ка по вкусу сейчас попробуем в них вот такая косточка кислые кислые очень кислые видимо поэтому их них никто не рвет а а может это и не яблоки вовсе может я съела отравлюсь если видео не выложу значит отравилась может какой-нибудь козлихой стану козлен очкам вот видите я не уверена что это яблоки теперь судя по вкусу это какие-то ягоды но очень кислые будем надеяться что они съедобны и правда что так а вот это а вот это кустарник гибискуса вот так он цветет гибискус мы все привыкли в россии что часть с гибискусом а какой на самом деле никто не знает но я по крайней мере не знала конечно многие люди наверное знают вот это куст гибискуса он цветет иногда видите красные цветочки иногда розовые в общем видите стоит вот такой трайлер то есть люди здесь бизнес кебабы продают другого соседа здесь тоже машина для выездной продажи торговли вот смотрите что он продает кебабы продает вот видите кебабы с салатом 12 долларов а это не кебабы это вот завернутые в лаваш вот содержать содержимым салатом внутри видите как вот наверху нарисовано как он называется рулеты если все это рулет с яйцом и сыром потом 15 долларов потом идет курица с салатом 12 курица с яйцом и сыром 15 долларов что-то вот это я не знаю что это такое с салатом 12 вегетарианская с салатом 10 бургер с яйцом и сыром 10 долларов вот видите вот так вот выездная торговля частный бизнес приветствуется но вот этот бизнес который выездной как я уже поняла из разговоров с австралийцами он очень трудно его продвинуть потому что все основные вот места распродаж они все уже давно куплены уже за забиты эти места поэтому развить вот такой бизнес не просто казалось бы ну что купи машину закупай продукты и торгуй не все так просто не все так просто наши знакомые тоже купили и первое время уже мучаются несколько месяцев работы как таковой нет не то что прибыли даже вообще в копейки там какие-то получают не идет еще бизнес видимо придется время потратить как-то или на рекламу его ну еще даже они не поняли что нужно делать для того чтобы чтобы бизнес пошел такой вот так мои дорогие вот мы пришли вот мы пришли уже все прогулялись если вам вам нравятся мои вот такие прогулки вы мне пишите мы будем еще гулять если уже вам под надоели они тоже пишите не будем гулять но я-то буду но без вас поэтому конечно сегодня погода на редкость хорошая какой-то привкус после этого яблочко вот я взяла специально мужу покажу потом скажу я съела если мне будет плохо вот такая вот по жизни узнать да ну рискованная рискованная как мне сказали ну ты вообще конечно ты авантюристка одни знакомые мне сказали ты наверное авантюристка потому что ты иногда делаешь такие шаги что не каждый бы сто раз подумал прежде чем сделал а ты так раз и пошла ну вот такая еда вот такая как то я особо не боюсь делать ошибки ну понятное дело думать то надо безусловно а вот смотрите не совсем ухоженный дом обычно вот такие дома не совсем ухоженные они вы знаете именно которые сдаются в аренду люди очень часто которые арендуют они не всегда ухаживают не всегда но сейчас покажу второй дом там где живут квартиранты как говорится и они очень хорошо ухаживают вот смотрите вот люди вот здесь живут они арендуют но они очень ухаживают за территорией и траву они подстригают и все и вот эти вот деревья они подстригают то есть добросовестные жильцы добросовестные люди все друзья мои пока пока пишите мне пожалуйста что вам нравится что не нравится таких прогулках жду вас спасибо за внимание с вами была светлана западная австралия пока пока